Не допросишься, лет 12 так назад ждали 2 недели, прежде чем врач выписал ребенку антибиотики. Норвегия. С точки зрения антибиотиков, Норвегия оказалась непроизвольно лучше подготовленной к коронакризису. Нет, никто не собирается гасить антибиотиками коронавирус. Тем более, что антибиотики это по бактериям, а не вирусам. Просто норвежский пациент реже получает и получал антибиотики, нежели пациенты в других странах, например, в Италии. Антибиотики в Норвегии используют реже, не просто реже, а много ограничений и запретов здесь. Это учебник для 8 класса норвежской школы, естество знания. Вот здесь как раз и о пользе, страница 187, и в ряде антибиотиков. Некоторые типы бактерий развивают в себе сопротивляемость против антибиотиков. Их называют мультирезистентными бактериями. Если кто-либо подвергается инфекции, инфицирован такими бактериями, его изолируют в больнице. И ему следует надеяться, прямой перевод, что система иммунная сможет побороть эти бактерии. Иммунная система становится сильнее, если способна победить инфекцию без антибиотиков. Иногда правильно использовать антибиотики, иногда правильнее избежать их использования. Твой врач знает лучше. Использование антибиотиков в Италии не знает меры. И часто иррационально отмечает норвежское медицинское издание Dagens Medicine и его автор Марте Халген. Отсюда и рост числа бактерий, резистентных к антибиотикам. Да, антибиотикорезистентность – это мировая проблема. Но все-таки лечебная практика отличается от страны к стране. Причем здесь коронавирус? Норвежские медики объясняют так. Коронавирус, как и прочие вирусы, прокладывают дорогу бактериальной пневмонии. Таким образом, в странах, которые в большей степени страдают от резистентных к антибиотикам бактерий, коронавирус может нанести еще больший вред. Бактерии, резистентные к антибиотикам, просто перманентно прописались в итальянских больницах, сообщает Европейское бюро по инфекционным заболеваниям ECDC. Вот еще данные этого бюро в изложении норвежского издания Dagens Medicine. Италия регистрирует больше всего в Европе смертей от резистентных бактерий. Фактор антибиотикорезистентности, а также высокая плотность населения и его возрастной состав, больше других стран в Европе, жители в Италии старше 65 лет, 23%. Вот что называется среди причин такой высокой смертности в Италии в результате распространения коронавируса. Продолжение следует...